Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Который я покупал тогда у Сереги от 3D-4$ Поставили новые яйца стабилизатора SS20 Поменяли все сальники пыльники на обычную резину то есть без полиуретана обошлось благо чтобы подвеска была хотя бы чуть помягче потому что мне все говорили что на рычагах и на низкой жесткой подвеске будет просто невозможно ездить но я сейчас езжу как бы у меня спаржа на пневме она гораздо жестче но в принципе этого хватает такого для такого небольшого дрифта на парковочке и так по стриту ну и опять же мне поучиться эй народ нравится смотреть на тюнинговые тачки на процессах создания переходи на канал женик бог парень по имени женя собирает ford мандео на повседнев в тюнинге а также для летнего дрифта у него skyline а еще для зимнего дрифта он купил джигу обязательно подписывайтесь на канал вам понравится но мы продолжаем выпуск что касательно салона по салону особо ничего не изменилось только все почистили подкрасили теперь мы приходим к тому что у нас настали морозы поэтому сейчас в гараже надо утеплять жигу потому что в жиге очень холодно жига очень быстро остывает сейчас план такой мы снимаем остатки этого сраного ковролина остатки старого утеплителя заводского стелим новый ковролин также проклеиваем все теплоизоляцией ну что опять же хватит ставлю одну дверную карту вторую карту пока не получится поставить потому что я так и не нашел стеклоподъемник именно сам этот механизм на тросиках а старый я выкинул то что он пришел в полную негодность а так остальные карты я собрал сейчас осталось только на них немного хрома и начал убирать проводку вот в такую вот гофру чтобы проводкой так старая уже чуть-чуть хлипленькая старые пистоны уже тут никуда не идут кузов тоже чуть-чуть уже местами ну дырявенький так скажем решил убрать вот в такую гофру от начала до конца также все почистил в этих местах у предохранителей потому что у меня почему-то началась в ней страдать электрика когда купил машину электрика полностью работала все было отлично вот ну и после некоторых поездок моек и все прошло неугодность а начал снимать и ковролин под водительскими ногами и выяснилось что у меня еще имеется дырочка ладно хоть сейчас еще заметил ну будем избавляться от нее ближайшее время также мы еще под пассажирскими ногами тоже сделаем дополнительную толстую заплатку чтобы наконец-то жига была действительно попрочнее и можно было поднять хотя бы на подъемнике ну в общем что по итогу у нас получилось на данный момент полностью все вычистил подкрасил проклеил загерметизировал герметиком все швы все закрасил чтоб не гнило и не ржавело приклеил это листы теплоизоляции также на пол приклеил под ним еще находится слой битума начал потихоньку ставить новые ремни поставил уже себе но я пока не стал дальше делать надо будет заварить там дырку здесь тоже подварить все сделать перейти в божевский вид а потом я наверно обращусь уже более опытным людям и проклеить здесь полностью шума и теплоизоляции под торпедой и под ногами и этого будет достаточно и выйдет в два раза дешевле чем я буду сам сейчас что-либо делать поступили следующие выходные взял от своего металла серёги еду сейчас гнинису будем варить полы под ногами водителя и пассажира а то иначе там вот эти которые заплатки были вообще никуда не годятся не знаю кто их там приделал их даже и судя по всему не закрашивали и они все просто сгнили тут купил шовный герметик еще на прошлых выходных мавиль и антигравий черный ну и белую краску чтобы это все здесь подкрасить приехал сейчас пока домой машину делают варят полы а я тем временем запустил спару вот такая вот она чистенькая сейчас пока стоит компрессор качает воздух в ресивер потихоньку и и поднимаю морду уже приподнял как этот салон как он чистый как он красивый два месяца машины не трогал до чувствуется аккумулятор потихоньку высаживается собственно вот и все поставила наконец-то сзади штамповки подложил кирпичики потому что сейчас пневмонадутая поставлю аккумулятор проверю давление спустила не спустила ну по виду вообще нигде не спускает то есть пока держит все накачал переднее колесо также с этой стороны положил кирпичики и сейчас я буду ее полностью опускать чтобы она легла у меня на кирпичики как раз это ну дело для того чтобы зимой было сейчас проще ее отгрести когда снег уже тут будет лежать и опять же это чтобы для пневмон было лучше то что я ее буду спускать сталого вот мои колесики вот кстати разварки которые на жигу сейчас они пойдут у меня в покраску в порошковую значу еще будут придумывать с цветом еще полностью ведутся размышления вторые пока стоят на жиге ну думаю на днях сейчас сниму я отвезу это все дело в покраску да вот морда я ее покрашу она у меня так и останется на лето соберу их как раз и на эту резину и назад останется купить еще два баллона кстати забыл совсем сказать вам наверно интересно почему это спаржа стоит и накрытая тендом потому что у нее так понял проблема в прокладке двигателя то есть в головке двигателя и у меня получается антифриз поступает прям в цилиндры и это очень не хорошо ладно что хоть мотор не стуканул он заводится более-менее пердит доедет но все равно меня дотянули сюда на тросе до дома она своим ходом у меня сама заехал и все вот как она стоит так стояла только понятное дело что помыл ее прежде чем как поставить но стоит под тендом тенд очень хороший катя мне подарила сколько снега падала дожди были ему хоть бы хны машина сухая даже на ней нету ни пылинки по правду ветром сдувает но я колеса сверху кладу и как бы все нормально вот в таком виде сейчас у меня находится багажник тут и коврики передние также шуба вот этот которая моторного щита проставки сюда все соскладировал сейчас подключу аккумулятор и будем смотреть давление в общем прошло все гладко включил аккумулятор по параметрам получается правая сторона ну да поспустила чуть-чуть давление на это скорее всего температуры и подушки подусели можно поскольку они долгое время стояли в опущенном состоянии вздутом то значит они вот сейчас я их накачал чуть-чуть хоть раздулись остался стоять думу около месяца и будем ставить новый мотор и делать расширение закончили мы наконец-то варить жигу парни у дениса мне быстренько все сварили поменяли оба пола сейчас вам покажу вот такой у нас получился пол сейчас через коврика пролил все полностью вырезали кусок ну вот весь кусок и под сиденьем то есть это одним цельным куском мы приварили металл из которого делали мне расширение это получается плачевом 1 и 2 вот остатки полностью пустили что сюда что туда одинаково то есть металл был взят толще чем металл самого кузова все дальнейшая у меня операция это проклеить пол полностью шума и теплоизоляции также под панелью все максимально толсто возьмется потому что коврили новенький тонкий и вот чтобы он аккуратно красиво сидел надо чтобы это максимально толстой то есть как по толщине как заводская шумка была но без вибропласта потому что он на жигу ну нафиг не нужно считаю но если только под проборную панель чуть-чуть кстати совсем забыл сказать что смотрите какие ремни я намутил весар 79 года выпуска толстый новый ремень прямо в упаковочке досталось два ремня передних вот на таких вот застежках прикольных с такими ремнями 4 точки не нужны также сейчас на днях закажу новые подголовники кожаные под цвет сидений с пятерки пишите в комментариях хотите ли видеть вы от меня до зимний дрифт как я учусь и так далее подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы знать когда выходят свежие выпуски заходите в нашу группу вконтакте также следить там за новостями все туда выкладывается всем до встречи и пока а я пошел дрифтить на этой а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует...